Ну вот недостатка, собственно, я уже веду, что они разрабатываются для одной популяции, могут быть непригодны для другой. То есть на самом деле есть такие генетические болезни, которые в одной популяции это одни мутации, а в другой популяции совершенно другие мутации, но в том же гене. И вот чип, например, нам этого не покажет. Чипы позволяют проверять только ограниченное количество заранее известных вот этих СНП, то есть маленькие куски из генома мы проверяем, есть или нет в искатуемом ДНК. И на самом деле это не позволяет определять какие-то мутации, которые новые, потому что каждое новое поколение получает, пускай небольшое число, но новых мутаций, они могут быть опасны. И, например, вот все знают, вот этот исторический пример с гемофилией, вот эта мутация как раз возникла именно по схеме ДНОВА. И там даже есть биологическое исследование, где сказано конкретно, у кого и даже приблизительно в каком возрасте возникла эта мутация. То есть это случается редко, но случается. Вот. Давайте поговорим теперь о... Вот. Но вот такого типа мутации, о которых я сейчас хочу рассказать, например, чипы не могут поймать. Например, у вас есть ген. Ген, он начинается всегда с некоторого точка старта, это АТГ обычно, и у него есть стоп-кодон, это тоже три нуклеотита, после которых идет терминация трансляции, то есть РНК начинает считываться с АТГ, и считывается, когда видит либо ТАГ, ну вот эти три стоп-кодона, любой из этих, она перестает это делать и обрывается. И после этого она уже как-то сворачивается и идет к грибосому, чтобы произвелся белок по ней. Ну или может не доходит. Вот. И давайте посмотрим. Например, вот у нас есть какой-то ген целый, ну кусок ген, да, какой-то, и, допустим, вот в этом триплете, если произойдет вот такая замена всего, Г заменится на Т, то возникнет стоп-кодон, и длинный целый ген, он не считается весь, то есть он должен был бы считаться весь, но считается только досюда. И белок получится нефункциональным. Вот. Такую мутацию уже чип просто, ну, не поймает, потому что мы заранее, ну, нам нужно очень либо чипы, которые вообще все покрывают, но это невозможно. Ну, хорошо, что у нас есть другая технология, которая называется NGS, которая позволяет нам просто прочесть весь геном. Вот, мы можем взять любого человека, взять Google Pro и прочесть. Причем это не стоит сейчас очень дорого, сейчас не можем порядка 1000 долларов за экзон это делать. Это работает примерно так же, мы точно так же берем ДНК, амплифицируем ее, делим на фрагменты, потом каждый маленький короткий фрагмент читаем, маленький фрагмент это примерно 200 букв, ну, 200-300 букв. То есть, представьте себе, геном 3 миллиарда, а фрагмент каждый 300, ну, 200-300 букв этих. То есть, их очень-очень-очень-очень много. И вся эта задача решается на компьютерах, задача сборки генома. Ну, и бывает, что достаточно долго решается, потому что действительно очень много информации, и вокруг этого последние, там, 10 лет очень серьезные даже есть алгоритмические исследования, потому что, действительно, это самая настоящая бигдата, вот, но такая с биологическим применением. Вот, а вот так выглядит секвенатор в лабе, такая типичная лаба, где много, ну, на самом деле, не типичная, это очень большие дорогие секвенаторы, хайсеки, по-моему. Вот, они стоят очень дорого, у нас в истории, по-моему, только один хайсек есть. То есть, у нас в нашей академии есть мой секвен. Вот, он поменьше. Вот. Ну, давайте чуть-чуть про сборку. То есть, здесь я нарисовал вот эти самые риды, но просто покороче, чтобы было понятно. И у нас обычно есть некоторая строка-образец. То есть, у нас есть заранее генома человека, и у нас есть эти риды, которые мы туда прикладываем. Собственно, зачем? Ну, давайте сначала поговорим про покрытие. Вот, важная, важная характеристика, если вдруг вам, не дай бог, столкнуется с тем, что вам нужно просеклинировать себя, или там еще кого-то, то там будет такая важная характеристика покрытия. И покрытие 80, оно хорошее, но медики любят тогда покрытие 1000 или больше. Потому что, чем больше раз мы прочли одно и то же место в геноме, тем, на самом деле, достоверны. Потому что, на самом деле, в наших ридах содержатся ошибки. То есть, вот эти прочтения, они читают, но не всегда это делают точно, и там накапливаются какие-то ошибки. И понять, что стоит на какой-то позиции, ну вот, что-нибудь для позиции стоит, можно только проанализировав все эти короткие кусочки и посмотреть, что стоит на этом месте. Вот, так это примерно выглядит в реальности. То есть, вот у нас хромосома, вот это вот у нас покрытие. То есть, там, где больше, там, на этом месте стоит больше вот этих ридов. Вот, а так уже выглядит файл, когда мы уже собрали геном, сравнили и нашли в нем все мутации. Мы это все собираем в файл. И вот примерно так выглядит файл с мутациями для экзомного циклинирования. То есть, тут видно, каждая строчка – это мутация. И здесь видно номер хромосомы. Первая хромосома в позиции, там, 886640, G заменились на T. И там степень достоверности. Ну, этот файл, там, может быть, очень довольно длинный. Но это мутация относительно референсного генома. На самом деле, у человека, у которого был бы там референсный геном, его нет. Референсный геном – это такая абстрактная штука в вакууме. То есть, это некоторый средний геном. Но им пользуются, чтобы… Ну, это такая точка отсчета, как ноль в математике просто. Мы взяли и относительно него всю разницу меряют. То есть, не все мутации, которые там относительно референсного генома записаны, не все они являются плохими. Большинство из них даже не изучено часто. Вот. Ну, еще раз. Если мы обычные люди, но NGS-диагностика нам не нужна. Она нужна при планировании семьи в каких-то сложных случаях. Например, у Еврея-Хашкинатия есть заболевание, которое… У них есть практика, когда они делают секвенс, ну, по крайней мере, тест на это заболевание. И решают, что с этим делать дальше. Заводить семью или не заводить. Вот. Ну, при терапии лечения рака. И интересная такая штука в качестве предплантационной диагностики при ЭКО. Тоже достаточно такая популярная штука. Если не дай бог у родителей какие-то проблемы с первым ребенком в плане генетических заболеваний, то, когда они собираются завести второго, они часто прибегают к ЭКО, чтобы… Нет, я не знаю, есть ли сейчас в России такая штука, но на Западе точно такое делают. Вот. Просто берут, делают ЭКО, и потом смотрят… Несколько вот этих образцов смотрят, где нет мутации, и вот его уже подсаживают женщины. Ну, чтобы точно не было этой мутации какой-нибудь плохой. Вот. Ну, наконец-то добрались самого интересного, да, редактирования. Собственно, там в анонсе курилки было, что власти Великобритании разрешили ученым редактировать человеческий геном, расследовать своих целей. И, в общем, это так всех взбудоражило, потому что, ну, страшно геном редактировать. Ну, действительно, никто не знает, чем это все закончится, но… На самом деле, сейчас пока нет повода волноваться, потому что… Вместе с разрешением… еще… …обязательство, чтобы ученые, там, за 12 дней, по-моему, уничтожили все эти клетки, которые они модифицировали. Вот. Потому что, ну, тут там эстетические соображения, ну, и вообще, в общем, пока никто не знает, что с этим делать. Вот. Но я хотел немножко рассказать про технологию Хриспур КАС-9. На самом деле, это очень серьезный прорыв. То есть, вот прошлый прорыв – это был геном человека, который завершился, и он очень сильно шумел. А вот это едва ли не более серьезный прорыв. Сейчас объясню, почему. То есть, ну, реально сейчас стоим на пороге будущего, и никто не знает, что с этим делать. Ну, действительно, страшно. Вот. А это Крейг Вентер. В общем, вот так это называется. Вот. У нее геном, который полностью был собран вне клетки, а потом внедрен в внутрь клетки. И они назвали эту штуку, они, ну, ациклинировали геном, и они назвали его JCV-7-1.0, и он все-таки общедоступен в базе данных. Он себя… Он отличается от вот природной вот этой бактерии, по-моему, от каких-то дыхательных заболеваний, или крупного родятого скота, что-то в этом роде. Отличается от этой клетки природной несколькими мутациями и специальными вставками, которые показывают, что это вот синтетически созданная клетка. Причем она реально может делиться, она может жить. То есть действительно люди здесь. И это была очень непростая инженерная задача, всю эту ДНК, а там около миллиона оснований. То есть бактериальный геном намного меньше, чем геном человека, просто в разы. Но все равно это большая сложная задача, все это собрать, это очень сложная и очень дорогая работа. Так вот к чему я все это говорю? К тому, что вот эта новая технология CRISPR, она может делать все то же самое, но намного дешевле. То есть вообще эта штука, на самом деле вот этот способ редактирования генома, он подсмотрен к бактериям. Еще, по-моему, в начале 90-х годов была статья, что заметили бактериальных геномов некоторые повторяющиеся фрагменты, которые разделены некоторыми уникальными фрагментами. Видимо, они 1, 2, 3, 4 помечены. И тогда никто не обратил на это внимание, но тогда только начинали секвенирование, и в общем очень много статей было. А мы отсеквенировали, ну отсеквенировали, в смысле там, установили последовательность какого-нибудь гена в каком-нибудь животном. И увидели такую странную штуку, описали, сделали статью, молодцы. Вот, и она очень долго пролежала без дела. А потом этим заинтересовались ученые, начали раскапывать. И оказалось, что такие штуки, они ответственны, по сути, за иммунитет клетки. Иммунитет в том смысле, что у клетки есть естественные враги, это вирусы, бактериопаги, которые, ну, пытаются, ну, проникают в клетку, будут настраивать машинелью на то, чтобы производить свои копии. Ну, потом говорят, ну, все знаете, клетка разрушается, и так просто продолжается другими клетками. Вот, так вот, это штука, которая помогает противостоять клетке, быть устойчивым к вирусаму. Потому что что происходит? Вот эта штука, это такой геномный конструкт, который считывается, ну, записано в геноме, производится РНК. Она там как-то бьется на части. И, что интересно, что, например, вот эта вот сиреневая, да, часть, эта РНК, она совпадает с кусочком ДНК вируса. И когда вирус смотрится внутрь клетки, вирус, ну, это же какая-то неживая материя, это, там, набор ДНК, иногда ДНК, какие-то еще белковые могут быть комплексы, то вот эта вот сиреневая РНК, которая всегда есть в клетке, ну, вот эта вот штука, она постоянно в клетке производится, и в какой-то концентрации она там плавает. Она, как только находит такую РНК, она с ней, там, она распытается. Ну, на самом деле, там более сложный процесс, я очень схематично это все рассказываю. И, значит, эта штука соединяется с ДНК вируса, и еще производится не только РНК, но еще вот производится РНК, который кодирует КАЗ-белок, и есть, соответственно, какая-то концентрация у КАЗ-белка. И вот вместе, когда соединяется такой комплекс КАЗ-белка и РНК, то КАЗ-белок как бы режет его, режет ДНК вот в каком-то заданном месте, где присоединилась эта РНК. Но вот эта РНК, то есть, понятно, да, что она не в любое место присоединяется, а только вот в то место, да, которое комплементарно самой структуре этой РНК. То есть, таким образом, происходит узнавание. Для каждого вируса есть, там, закатирована своя РНК. На самом деле, там есть еще даже, я не привел, но есть еще схема, как там новый вирус, какой-нибудь новый ДНК приходит в клетку, и там есть своя схема, как она встраивается в иммунную систему клеток. Вот. Собственно, чем это нам помогает? На самом деле, это нам помогает тем, что эта штука позволяет очень точно делать разрезы ДНК. То есть, имея такой КАС-9 белок и вот такую вот РНК, если мы его сконструируем правильно, и сконструируем так, чтобы нацеплялось определенное место ДНК, мы можем разрезать. А дальше мы можем, например, сделать два разреза и подсунуть в это место какой-то свой кусочек ДНК. Таким образом, это позволяет в живой клетке продлить реактирование. Это то, что раньше нельзя было достичь. И то, что существенно будет удешевлять различные геномные технологии, причем не только, там есть применение и в медицине. Нет, это рановато, ну ладно, я сейчас расскажу. Там есть применение в медицине, но есть применение и в биотехнологии. То есть, мы можем заставить бактерии производить нужные нам белки. Это могут быть какие-то там экстракты растений, которые раньше было очень дорогостоящие добывать. А теперь мы можем просто строить фабрики, модифицировать каких-нибудь простых бактерий, и они будут нам просто это все производить. В общем, там перспективы огромные, и на самом деле никто не знает, кто это ведет. Но вот я, под конец, приготовил вопрос для вас. Такой, в общем, вопрос. Поредактируем. Вот. И чтобы лично вы решали, вот если у нас редактировали бы мы по медицинским показаниям. То есть у человека есть медицинские показания. Например, ну какая-нибудь болезнь, ну типа гемофилии, да? То есть с ним можно жить, но очень плохо и не плохо. И нас приходят, мы власти, и нас спрашивают. Ребята, вот давайте, есть технология, можно спасти человека в жизни? Давайте. Будем или нет? Да. Ага. 22 человек. Ну давайте еще наберем, интересно. Ну, вообще вы на самом деле достаточно смелые люди, потому что даже я не знаю, вот честно говоря, куда бы я лежал. Потому что сейчас... Сейчас... Ну, в общем, вы классные на самом деле, потому что я... А на самом деле ни одно правительство в мире, в общем, так категорично бы не было. Ну и второй вопрос. А для улучшения человека там, чтобы люди были более умные, не знаю, сильные? Как халка там можно сделать? А обратно можно будет? Ну, обратно можно будет, но это как... Вот я здесь как инженер все-таки, ближе к инженерному образованию, я считаю, работает не трогаем. Потому что организм, это очень сложная такая машина, которая была эволюционной, она времени проверенная. И если ее трогать, то можно что-нибудь сломать. А если даже мы что-нибудь не сломаем, но попробуем потом обратно поменять, то точно можем сломать. В общем, работает не трогаем. Нет. В принципе, нет. В принципе, понятные результаты. Просто было интересно, что... Ну, мне кажется, что вот это соотношение, оно... То есть, опять, отчаянные люди сказали, да, все, давайте реагировать. Вопрос в формулировке вопроса, потому что если это, там, подробное изучение, редактирование и, например, какой-то механизм продления жизни, да, это одна история. Если это... Значит, сейчас, то есть ты готов добавить еще, там, не знаю, чтобы старики жили... Ну, себе... А что будет с экономикой? Себе я не готов. Себе я не готов. Это вопрос, да, для... Ну, совсем дискуссионный, конечно. Ну, я могу сказать... Ну, да, ну, в общем, можно чуть подискутировать. То есть, еще есть такая этическая сторона, то есть, ну, вот нас все в бокс сотворил, какие мы есть, а... Мы возьмем... Давайте те, которые в бокс сотворил, они не будут в этом во всем участвовать. Как есть, так же... Хорошо. А сам сотворила эволюция очень, очень длительный процесс. Ну, бокс сотворил с помощью эволюции, там вообще невозможно. Ну, на самом деле, тут же, смотрите, тут открываются такие... Ну, экономические кризисы случаются? Случаются. Почему? Потому что все хотят там... Ну, по разным причинам, если... Но идея в том, что может точно так же случиться кризис, там, не знаю, генетического фонда. Мы все поставим, что мы должны быть суперумными, такой мозг на ножках, а... Не знаю, случится катастрофа какая-нибудь, астероид прилетит, и мы все вымрем. А надо было качать, короче, морозоустойчивость, не знаю. Ну, то есть, разнообразие... Ну, разнообразие биологическое, оно тоже ведь не просто так, а потому что... Условия меняются, и... Ну, непонятно, то есть, ну, там... Например, если мы улучшаем своих детей, а... А что, не знаю, улучшать? Пускай они будут лучше симпатичные, или там, танцуют балет, или... Пускай они будут очень умными программистами, или пускай они очень весело шутят шутки, я не знаю. Я не могу решить. В общем, подумайте об этом, потому что, если честно, человечество действительно вступает в такую эру, когда нам наконец об этом... То есть, мы получили в руки инструмент, в котором мы можем редактировать до этого, в общем, незыблемую вещь, то есть, то, какие мы. И, в общем, меняется взгляд на то, что такое норма, что такое отхранение. Там многие говорят, никакой нормы нет, есть просто там разные варианты. И, на самом деле, кажется, ну, сейчас еще рановато, потому что это все еще не дошло до нас, ну, последствия этого не дошли, но... Я думаю, действительно, за ближайшие 10 лет это будет так сильно развиваться, что, наверное, даже всех кризисных ситуаций мы даже сейчас еще не видим. Даже не можем себе представить, к чему это все приведет, но... Вот как-то так. А как же страшно жить, с одной стороны, с другой стороны, ну, можно немного классно с этим сделать. Вот, как-то так. Ты классный. И вы? Вопросы? Ну, пожалуйста. Вопрос такой, как раз на стыке генетики и истории. А человек, как биологически пить, эволюционирует? То есть, у меня генет не очень отличается от генома соседа справа-слева, а от генома человека, который сто тысяч лет назад. Ну, молоко не мог пить, например. То есть, эволюционирует, да? Ну, не знаю. Ну, молоко довольно прикольно пить. Я бы сказал, что да. Ну, просто, понимаете, очень медленно. Очень медленно. Мы даже там... Все млекопитающие носят белки похожи на 90%. У всех млекопитающих друг с другом. Там, с мышкой, в общем. Ну, не ДНК, а белки с там белком. Они там перетасовались немножко и другие. Ну, то есть, ответ да, но медленно. То есть, так медленно, что не очень-то изомерно. Технологии устранили основной принцип эволюции. То есть, нежизнеспособный особь выживать благодаря медицине и технологии. То есть, как бы она умерла. Ну, да, да. Тоже есть. Можно? Да. Как вы относитесь к ДНК генеологии? Ну, я к ней никак не отношусь научно. Но вообще, ну, вообще, я, значит, слышал, там чуть-чуть, крайне глаза читал, что есть даже исследования, там, какие-то на стыке истории и биологии, что там из кургана возникают ДНК, все это строят, кто от кого произошел. Ну, по идее, да, так, конечно, все это можно установить. Кто от кого произошел. Ну, научно это, по-вашему. Это абсолютно научно. Есть одна проблема. ДНК деградирует. Сильно деградирует. И реально вероятность, ну, достоверность выводов, она не всегда прям... Не всегда там очень-очень высокая. Она может быть там какая-то. И, в принципе, разумеется, так можно сказать точнее, чем просто методами археологии. Потому что, ну, если у нас есть генетический материал, то, ну, наверное, это более достоверно. Но надо смотреть, во-первых, какие материалы... Вообще, в общем, есть отдельно стоящая дисциплина по секвенированию такой вот деградируетшей ДНК. Причем это как человеческая, там, вот, мама, то, что она тоже не живет сейчас, не знаю, мне тут будет, но что-то сохраняется. Из костей, в принципе, ну, то, что я говорю исследования, я, к сожалению, не помню автора исследования, но они из костей королевских остатков. Ну, это же английская там династия, и потом это пришло в Россию, там, через забрать Анну Федоровну. Там они кости брали и устанавливали довольно точно. Кости они, ну, недавно достаточно, это 19 век, а есть более древние. Ну, в общем, да, это... Ну, они берут много древнего человека совсем, то есть там порядка 40 тысяч лет до 100 тысяч лет. И там зависит. В общем, я и не специалист на этом вопросе. Вопрос про точность диагностирования в современной медицине и именно про Россию. Вот, например, будет ли там, в обозримом будущем, что я прихожу в районную клинику, мне говорят, вам это можно есть, это нельзя? Ну, значит, современное, ну, понятно, смотрит так, вот сообщество ученых, которые занимаются биологией, молекулярной. Они говорят, что если вы нормально себя чувствуете, то не надо, в общем, есть депри генома и... Ну, тут не говорится вопрос о редактировании, вопрос о точных рекомендациях. В общем, есть сейчас, я говорю, вот 23andMe, он дает рекомендации, что, типа, вот, вероятность этой болезни на 5% риск выше, там, не знаю, в 5 раз выше риск заболевания вот этой болезни. Ну, только непонятно в 5 раз больше относительно чего. То есть, правда, у них там была какая-то выборка, но это довольно мутно. Это работает для конкретных, для установления диагноза в сложном случае. Вот какой-нибудь там, какая-нибудь там мышечная дистрофия, вызванная там повреждением гена, там, у человека стоп-кодонки в середине появился и все, и он там, не знаю, ходит очень плохо или вообще очень плохо передвигается. Там, действительно, берут, делают sequence даже в России. Ну, в Ростове не делают и сделают в Москве, но есть люди, которые прям этим занимаются. То есть, они прям могут взять, сделать вам sequence, на него посмотреть и проанализировать какие-то места, поломок, сделать гипотезы и разработать схему лечения. И есть ли они примеры, как это делается. Вот, вот так, ответ такой. Собственно, вопрос. Как это все связывает, то есть, прочитали буквы хорошо, замечательно. У нас есть набор, мы прекрасно знаем, какой набор там средний, средний, взвешенный. Какими методами определяется, собственно, что эти буквы кодируют? Сейчас. В смысле, какой белок, какие? Ну, мы нашли, что у нас там, у кого-то мы прочитали, определили, там, нашли 583 различия. Да. Как определить, что 283-я из них кодировала какой-то реальный или нереальный? А, да. У нас есть база данных, вот здесь вот геном. Вот как она выполняется? Есть вопрос. Людям это, они экспериментируют. Нельзя взять, поменять, на пробу поменять букву на другое. Да. Сейчас объясню, как это делается. Сейчас есть база данных. Вот геном чека, например, результатом, что было? Не просто последовательность вышифрованная, а еще аннотация. Аннотация говорит, в каком месте сидит ген, в каком месте какие-то другие регуляторные последовательности элементы, где, в общем, там, мусорная ДНК и все такое прочее. Если мы видим, что у нас мутация меняет белок, то есть у нас внутри гена здесь замена, и мы достоверно знаем, мы смотрим генетический код, смотрим, что был там, одна минок, и тогда стала другая, то мы не знаем достоверно поменять эту функциональность белка или нет. У нас есть, в общем, компьютерное моделирование, которое там с какой-то, я не знаю, не очень высокой точностью, можно сказать, что, ну, может быть, поменяют, можно дальше сделать какие-то исследования, про экспериментировать с этим белком, посмотреть, меняет, не меняет. И, собственно, базы данных, вот после каждого такого исследования, они достаточно концентрализованы, можно сказать. То есть очень много информации доступна публично, и люди, когда пишут статьи, они все это загружают в эти же базы данных, и там эта информация содержится. С другой стороны, в противоположность этому, многие мутации, которые мы нашли, которые, может быть, даже что-то меняют, мы не можем точно сказать, что они верны. То есть скорее сейчас это, у нас есть база данных мутаций, которые уже исследованы, и часто мы можем просто найти их в секунде. Либо какие-то очевидные случаи, как с топ-кодом, когда вот мы видим точно, что вот это заменилось, и тут транскрипция остановится, и все. И тогда тоже очевидно, что там белок был очень длинный, а тут очень короткий, и, ну, там легко понять, что это сломалось. Но есть еще много случаев, действительно непонятно, что сломалось. То есть мы видим, что есть мутация, но мы не можем понять, она вредная, полезная, что она меняет и так далее. И еще, кроме этого, там вся система внутри гультины. Эта система сердечная, она очень сложная. Часто бывает, что ген содержится в нескольких копиях. Потому что если вот важные гены, они не в одной копии представлены. Причем не то, что это на двух хромосомах. Нет, это значит, что на одной хромосоме где-то еще могут быть рядом. И такое тоже есть, и тоже нужно очевидно. На самом деле это сложный анализ. Так вот, я и спрашиваю про перспективы наполнения этой базы данных. То есть, реакция не заблежит, что это не так прецедент. Реально разобраться, что кодирует, что, чтобы вырастить третью ночь. То, чего мы не делали. Нет, сложно. В общем, пока халков не вырастим. Но вот эта технология CRISPR, что нам дает, какую возможность нам дает, например, взять животное, мышку, и сделать ее модельным объектом. Белок, поредактировать вот так, как у конкретного человека, и на этой маленькой системе разобраться. То есть, в том числе, еще такие есть перспективы. Это, ну, то есть, можно взять какую-то амотацию, исследовать ее в небольшой системе, в чем она похожа к гене. Конечно, это будет не то же самое, но это нам даст нам больше информации. А вот эта общая карта, что где лежит в геноме у человека и мышки, она примерно одинаковая? Нет, ну, там разная, но брелки похожи вообще. И она известна, она есть в личном доступе, можно открыть, написать в Google NCBI. Ну, и там, например, можно, я очень люблю искать данного роста, Дима знает почему. Вот так делаем, ну, как-то все просто. И дальше мы берем, например, ген посмотреть. Ну, сейчас мы доберемся, да. Ну, вот, это гормон роста, хромосома 17 человек. Сори, интернет. Ну, и вот, там есть... Давайте генбанк. Ну, вот, собственно, вот эта аннотация сейчас погрузится. Она, наверное, очень большая. Там везде есть ссылки на авторы, авторы тех статей, которые, собственно, имеют отношение к этому описанию. Их очень много обычно. Ну, и дальше вот написано, что там, где лежит генбанк, и какие всякие кусочки микро-РНК аннотированные, кодирующие последовательность. Вот сама последовательность. Ну, короткие достаточно, кстати. Вот, то есть это все есть. И очень вот проблема биоанформатики на сегодняшний день, что данные растут экспоненциально, причем даже быстрее, чем, там, увеличивается процессорная мощность. То есть, рост данных биоанформатики оконяет закон Мура. И никто не знает, что с ними делать, потому что там много мусора, и там много проблем. И, в общем, это правда. Это челлендж современной биоанформатической науки, потому что она превратилась в угла данных. Но данных настолько много, и, там, например, какие-то исследования, вот, пять лет назад сделали исследование, оно базировалось на каких-то открытых данных. А потом данные изменились, исследования уже не будут переделывать люди. И, на самом деле, там, может быть, его стоило бы на новые данные, мы можем их переделать и посмотреть. То есть, ну, такой же бардак будет твориться. И, в общем, никто не знает, что с этим делать, по большому счету. Ну, как-то будем разгребаться. Вопрос правильный, короче. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ